всем добро бодро сегодня 2 июня лето но вот пчела даже на подогреве не особенно активно летает хотя сейчас поле с рапсом цветет все аж желтое может быть сурепка не знаю чем-то желтое поэтому сегодня ролика про пчел не будет да кстати у нас 31 на 1 вологодской области был заморозок восточных районах до минус 6 с образованием льда на лужах поэтому вот такое наше северное лето с его превратностями но сегодня я хочу вам рассказать о системе механического автоматического проветривания теплицы несмотря на все его минусы я все-таки рекомендую и сегодня мы разберем подробно минусы и плюсы шестилетней эксплуатации данного узла это первоначальный узел как он работает ссылка будет в конце ролика в диалоговом окне для вашего удобства вам кликнуть и вы увидите здесь у меня капельный полив он не автоматически то есть вся задача мне нужно открыть кран и через калиброванное отверстие растения поливаются как на помидорах на помидорах еще пока прикиненного пленкой потому что высажены дня 4 для того что было холодно топил ночью печку потому что игру ночью было сегодня уже тепло плюс 6 позавчера было всего плюс 2 поэтому печку нужно подтапливать для того чтобы температура скажем так не было больших перепадов температуры в теплице для растений это не есть очень хорошо если сейчас могу найти компьютер то я обязательно вам сниму диаграмму автоматического скажем так прибора который у меня записывают колебания суточной температуры хочу вам все не рассказать о том как я вчера ремонтировал второй узел пришел с интернет магазина заказ написано термопривод 300с 300 килограмм нагрузка один год гарантии там сип техника у меня такое ощущение что все таки изготовлено это все в китае я хочу показать какой сейчас стал в этом году с 300с и который был два года назад 300с знаете как в анекдоте вчера были крупные баб но по три а сегодня мелкие на по 5 или конце кого-то фильма не помню то есть не буду вам приводить цифрах я просто вам покажу визуально сам гидроцилиндр мы будем ее называть гидроцилиндр в котором есть рабочая жидкость то ли масло то ли листомер то есть его принцип какой данная субстанция нагревается давить на поршень поршень на шток шток давить на узел крепления к форточке здесь и происходит открывание его то есть открывание до предела здесь получается примерно 45 60 градусов здесь у нас примерно 60 градусов когда температура падает соответственно жидкость охлаждается давление в цилиндре падает гидроцилиндр и и под действием возрастной пружины система приходит в исходное состояние открывается он по моему начинает при 23 посмотрим чем врать зачем врать мы все прочитаем так значит получается полное закрытие при плюс 20 открытие при 26 вот теперь все четко не требует снятие на зиму гидроцилиндр называется и правильно я их не снимал в итоге что получилось аналогичный узел стоял у меня у соседей им покупал два ну первое они сами закосячили там закрыли на замок дверку поэтому он сломался там теплицу извел давил хорошо вот это 300 и и вот это 300 и смотрим толщину самого гидроцилиндра ну видать что на в диаметре скажем так он на миллиметров 5-6 толще сам шток но где-то на миллиметра два толще у данного был шарнир то есть сколько степеней свободы минимум две степени свободы да и больше конечно шарнира данного уже здесь уже сэкономили здесь уже дешевизна здесь уже одна степень свободы то есть горизонтали пружина тут тоже написано 400 и на истинно 300 стояла пружина вот такая ну скажем мягко говоря это полно на е извините мне нельзя выражаться матом меня договор с google поэтому скажем выводы вы делаете сами вы взрослые люди почему она ломается есть подражением о том что теорию искусственного старения никто не отменял которая еще была придумана и скажем так запущена даже наверное до дюпона в свое время фирме дюпон создали изменизме от память в тридцать шестом году по моему не патентовали но я могу ошибаться чулки данные воновые и после того как они стали вечные через какое-то время они стали нормально приходить негодность и теперь по утрам когда ваша супруга симпатичная супруга на своей идеальной ножке дева данные изделия вы слышите крик и и заочарование вы понимаете что попали на очередную покупку поэтому есть подозрение о том что данная теория действует и относительно этих предметов а может быть просто некачественное изготовление в китае при всем этих минусах я рекомендую данный узел особенно тем людям которые скажем так их дачное хозяйство их теплиц из поликарбоната а поликарбоната вообще отдельное слово потому что нынешние скажем так изделия класса люкс уже похож на пятилетней давности скажем так бюджетную версию но история об этом умолчивает доходы наши падает уже 6 или 7 год подряд ну скажем так при всех своих минусах я рекомендую данный узел для тех у кого теплица находится на удаленке и кто приезжает туда максимум два раза в неделю очень удобный агрегат соседи правда у меня отказались скажем так по их доходам они посчитали что скажем так эксплуатация примерно в год это получается 10 долларов до 10 долларов примерно получается но если считаем что два года работает но сейчас она уже стоит 2000 рублей ну бог с ним 80 долларов в год они посчитали что-то дорого отказались от данного узла я продолжаю эксплуатировать я рекомендую действительно рекомендую на все его минусы клубника начинает цвести на 2 июня какой цвести ягоды уже красные 10 слушайте меня система полива работает дешево и сердито потому что у меня колхоз так вот хочу к этому узлу то есть этот узел я снимал его сколько лет не помню то есть еще раз говорю привязка будет диалогом окне но я его довел теперь скажем так до совершенства у этого узла во первых я его стал крепить прикрепил на сварку во вторых доработал сам рычаг не пришлось доработать его подтачивать иначе он упирался в стойку теплицы здесь уже это третий цилиндр потому что игру раз два года примерно не выходит из строя и даже уносил домой в тепло все равно они выходят из строя такти что еще доработал то есть вот того что этот ми узел не нравился он не докрывал дверку до конца я тут пружину ставил дополнительно все равно не докрывал ну пока у меня узел в этом году пришлось его опять переработать и теперь я им скажем так доволен более чем тем то что тот примерно открывает где-то на градусов 50 ограничено данный узел открывает дверку на 90 градусов да но кстати открывает на 90 градусов но при этом нужно помнить всегда нужен механический упор механический упор в случае ветра чтобы не сломал ваш агрегат у меня это 25 труба в колочено то есть скажем так не труба а кусок трубы теперь переходим как я его доработал как его доработал я экспериментировал с автомобильным газ лифтом нагрузка 25 килограмм но это не то пальто для него не подходит цилиндр у него не выдавливают и и выходит из строя поэтому заводской или скажем так производитель который поставил на 70 ютонов это оказывается газ лифт который применяется в мебели и данные данный узел можно приобрести в магазинах которые торгуют как плетующими для мебели значит я взял подобрал вместо 7 килограмм 15 то есть 150 ньютона видать может быть солнце мешает 150 то есть на 15 килограмм и слушайте пружину я убрал и данный узел стал работать теперь как часы в принципе я доволен еще раз повторюсь где-то примерно обслуживание будет происходить 10 12 нет не обслуживание скажем так стоимость данного узла в год не стоит примерно 12 долларов сша я понимаю что то не дешево но я вам сказал почему ничего дешевого нет и почему вечного ничего нет потому что дюпон свое время не только с нейлоном намудили извиняюсь за выражение но они приложили луку руку потому что канабиус или как коноплю объявили наркотиком потому что они изготавливали отбеливатели для целлюлезы для бумаги которая изготавлялась из древесины кто если хочет прогуглить бумага который изготавливаться из конопли не требует отбеливания во вторых они объявили фреон который выпускался советском союзе врагом номер один который образовывает озоновые дыры но скажем так про дыры теперь все умолкли все покупают более дорогой менее эффективный газ при он отбук он в принципе не зря же держат воз держат greenpeace им платят бабки не просто так вот в принципе все что хотел вам рассказать как-то вышло сумбурно но я теперь уже привык снимать одним файлом в принципе это нравится стримом где то есть что-то косячишь эти косяки как бы лазят заодно как бы есть уже возможность пытаться расти дальше вот в принципе все что хотел вам рассказать всем всего доброго все таки вам рекомендую несмотря на его дороговизну в принципе меня все задавайте вопросы комментариях обязательно отвечу кто поставить дизлайк я не обижусь значит человек и не понравилось я рассказал по максимуму честно что знал что за шесть лет какой опыт приобрел еще раз беру кому был полезен буду очень рад совсем прощаюсь ваш сергей из колхова 100 лет без урожая всем всего доброго здоровья главное здоровье здоровье еще раз здоровья кушайте свои овощи натуральные будете здоровы еще раз все всего доброго